привет друзья и ученики недавно смотрел одного блогера уже довольно давно он на youtube я про него частенько иногда говорю уже человек в возрасте считает себя единственным реальным культуристом с лучшей генетикой с лучшими знаниями в чем я очень сильно сомневаюсь и постоянно убеждаюсь и просматривая его ролики последним видео стримы он сейчас ведет отвечает якобы на вопросы почему якобы ну посмотрите кто адекватный человек тот поймет и он преподносит себя как самого грамотного и чуть ли не единственного человека на youtube который понимает что и как нужно делать как тренироваться именно натуральному атлету и якобы именно через призму биомеханики анатомии но о чем можно говорить если человек даже не понимает что такое крепатура вот в последнем эфире его спросили что такое крепатура на что он невнятно ответил что это типа когда вот вы кровью там наполняются ваши мышцы примерно так звучал его ответ друзья крепатура чтобы вы понимали это ответная реакция организма на тренировочный стресс почему на тренировочный стресс и каких именно систем организма косвенно мышц и с кровонаполнением это никак не связано а связано это с тем что мышцы чтобы выполнять работу сокращаются все это мы с вами прекрасно знаем и понимаем и когда мы даем относительно серьезную работу на наши мышцы когда мы даем когда мы даем работу которая превышает привычную нам нагрузку к примеру подняли вес больше чем в прошлый раз или сделали с тем же весом но на одно повторение больше организм отвечает на это чем тем что мышца сокращается и сокращаясь мышца укорачивается если мы не будем с вами растягиваться дозировано очень после тренировки и если мы ни в коей мере не растягиваемся никогда вечером а я вам постоянно говорю что ежевечерняя растяжка это как молитва для верующего обязательно это закон она растяжка возвращает мышцы эластичность другими словами она приводит мышцу ее обычное нормальное состояние спазмированная мышца укороченная мышца это ненормальное состояние это кстати причина большинства проблем с позвоночником с этими грыжами протрузиями во всех отделах позвоночника так вот друзья крепатура это как раз таки укорачивание мышц и если мы с вами не растягиваемся не возвращаем мышцам их обычное нормальное расслабленное состояние она со временем действительно укорачивается и что происходит уже даже привычная ранняя нагрузка может быть травмирован она может вам нанести от мелких надрывов до очень серьезных проблем вплоть до отрыва сухожилия от кости или разрыва мышцы чаще всего да мы знаем это происходит в грудных мышцах почему да потому что мало кто растягивается мало кто задумывается вообще о том что такое крепатура к сожалению люди обладают знаниями не всегда имеют понимание вы знаете я постоянно об этом говорю знания и понимания это разные вещи и не всегда из одного вытекает другое к сожалению тем более что знаний сейчас огромное количество сколько раз я уже говорил о том что форма мышцы задана генетически вот буквально вчера мне опять пришел вопрос причем так интересно поставлен что раньше у него у парня бицепсы были в молодости наполненные полностью от локтя а сейчас появилось пространство бицепс увеличился и и расстояние вот вот этого впадинки от локтя будем говорить да оно не устраивает это у многих так друзья но это все обусловлено генетически только генетически мы никак не можем воздействовать на то чтобы опустить бицепс ниже больше того скажу мы не можем воздействовать вообще как-то на низ бицепса или наверх бицепса это тоже смешно нелепо для понимающего человека по той простой причине что мышца сокращается целиком и полностью почему у некоторых людей бицепс более наполненный да и начинается чуть ли не от локтя от локтевого изгиба внутреннего и высокий очень а у кого-то пик лучше друзья это все обусловлено очень просто это обусловлено тем где мышца с помощью сухожилия крепится на вашей кости кстати от этого изменяется и рычаг и от этого зависит кто сильнее кто слабее только от этого естественно тренировкой мы с вами повышаем свои силовые показатели если грамотно тренируемся но изначально вот это все обусловлено генетически и не только креплением самого сухожилия но и сухожилия бывают разные сухожилия бывают более длинные более тонкие и представьте себе у вас длинное тонкое сухожилие и еще и крепление высокое ну эстетически это смотрится очень и очень некрасиво и что бы вы не делали как бы вы не делали вы не можете сделать свое сухожилие толще и не можете изменить его крепление относительно кости ну никак друзья мы с вами этого просто не можем сделать почему причина проста потому что это только наверное хирурги смогут сделать высококвалифицированные хирурги которые я вообще не знаю делаются честно говоря такие операции сейчас или не делаются поэтому друзья смиряемся с тем что у нас есть чем нас одарила мать природа и стараемся себя улучшить потому что как бы мы не выглядели в каком бы возрасте мы с вами не находились мы всегда можем сделать себя лучше и должны к этому стремиться это это нормальное желание нормальное поведение адекватного человека потому что здоровье должно быть всесторонним и психическим и эмоциональным и как вы понимаете физическим очень много разных примеров из жизни можно приводить которые тоже можно переносить философски переносить на тренинг и вообще на любую жизнедеятельность вот к примеру вам пример извините за тавтологию из моей жизни я родился и вырос в Молдавии естественно я там ел фрукты овощи больше всего я любил яблоки мог иногда до 6-7 килограмм яблок съесть за сутки скажу что нигде таких вкусных яблок я больше никогда не ел и не потому что это детство потому что везде яблоки какие-то другие меня кстати где бы я не ел яблоки кучат от них кроме вот молдавских яблок но я давно уже не был в Молдавии не знаю какие там сейчас яблочки но суть не в этом а в том что ну семья у нас была так не бедная но и не богатая мама покупала естественно то что там более менее доступно по цене и яблок много к примеру сразу покупали да чтобы не таскать их и прикол в том что они естественно лежат и потихонечку не портятся а как бы ухудшаются скажем так и мама мне всегда говорила есть ешь те которые похуже всегда чтобы они не испортились вроде бы логично да но что получается в итоге ты ешь те яблоки которые похуже те которые были прекрасные яблочки они тоже становятся похуже и ты всегда ешь грубо говоря ерунду хрень не лучше ли тем яблоком которые должны были испортиться испортиться но кушать хорошие свежие яблоки понимаете мысль о чем я говорю и таких примеров можно приводить очень и очень много когда мы пытаемся сэкономить но в итоге делаем хуже только себе нужна такая экономия хорошая это экономия нет друзья конечно же нет так не должно быть но это мой взгляд что вы думаете по этому поводу пишите в комментариях были ли у вас какие-нибудь такие ситуации в жизни кстати друзья не забывайте что сейчас вышли две мои книги отдельно для мужчин отдельно для женщин из серии факт фитнес это квинтэнсенция всех моих практических знаний наработок теоретического опыта и поверьте вы нигде больше не получите подобных знаний почитайте вам будет интересно захватывающе познавательно и вы получите такое количество знаний которое будет превышать знания тех инструкторов тренеров у которых вы тренируетесь больше чем в 50% случаев поверьте есть информация которую ну нигде никто никогда не говорит естественно опять таких пример по поводу блогера которым я говорил раньше что-то старею мысли вылетают из головы о чем я там говорил дай бог памяти а о том что вот нужно через анатомию через биомеханику движений подходить ко всему но друзья спросите спросите этого человека или спросите любого другого блогера инструктора что самое главное я знаю что большинство моих постоянных читателей зрителей уже знают эту информацию что с точки зрения спортивной анатомии скажем даже более конкретно классификации мышц важно и почему никто вам не ответит люди даже не знают такого понятия а самое важное знать что мышцы бывают тонические и фазические с точки зрения анатомии и сохранения вашего здоровья почему потому что одни мышцы служат нам для того чтобы передвигаться а другие мышцы больше работают для того чтобы поддерживать скажем так наш скелет одни склонны к ослаблению другие склонны к укорачиванию и когда мы не понимая этого делаем различные упражнения а после этого к примеру не растягиваемся потому что одни мышцы исходя из того той информации которую я вам только что рассказал требуют растяжки в большей степени нежели другие а исходя из этой же информации некоторые мышцы требуют более частого напряжения то есть тренинг им нужен более часть чем другим мышцам и это именно точка для того чтобы быть здоровым мы сейчас не говорим о том чтобы там растила росла масса сила хотя кстати сила от этого тоже напрямую зависит понимаете ли вы какие мышцы фазические какие тонические но в первую очередь конечно же это все важно с точки зрения сохранения улучшения нашего с вами здоровья особенно конечно это важно для того чтобы не получить никаких искреблений на ранних стадиях кстати почему парень написал что у него бицепс раньше был более наполненный на самом деле это не так раньше бицепса практически у него не было когда он был парнем и конечно ему казалось что он у него полностью целиком растет прям снизу а когда он стал тренироваться когда мышца именно сам бицепс двуглавая мышца плеча стала увеличиваться стал виден вот этот вот этот недостаток в кавычках конечно и с точки зрения эстетики это мало кому нравится нам всем хочется иметь огромные наполненные бицепсы шары да как у Ларри Скотта но если у вас я повторяю сухожилия длинные еще и крепятся высоко то вы хоть не слазьте с этой скамьи скота выполняя подъемы на бицепс со штангой с гантелями в тренажере только с использованием этой скамьи но никак вы не опустите этот свой бицепс не потому что даже нельзя я уже говорил воздействовать на отдельную часть мышцы любой а именно потому что ну как сухожилие опустится или как оно станет короче никак поэтому друзья тренируемся изучаем информацию которую можно мне часто спрашивают вот один блогер говорит так а вы говорите по-другому кого слушать кому верить друзья никому не надо верить верить надо логике и здравому мышлению только тогда через призму восприятия здравомышлящего человека мы с вами сможем грамотно развиваться в плане роста мышечной массы силовых показателей и при этом сохранять и даже улучшать наше здоровье ведь все на самом деле элементарно и просто не нужно изобретать колесо и уж тем более велосипед уже все давно изобретено все виды спорта уже давно имеют свою методологию и все что с этим связано и только бодибилдинг преподносится нам как какой-то индивидуальный для каждого подход это настолько смешно и нелепо как будто мы все с вами с разных планет как будто у нас с вами у всех разная биохимия физиология анатомия но вы же понимаете как взрывомыслящий человек что это не так поэтому я уверен что вы те кто смотрит мой канал уже пятый год или те кто начал смотреть и продолжает смотреть несмотря на то что информация у меня подается не в развлекательном характере часто нудно скучно так мне пишут ну может быть так это и есть я все таки стараюсь давать вам информацию полезную и не просто давать вам информацию а чтобы вы могли пользоваться ею то есть я даю вам инструмент грубо говоря я даю вам удилище с помощью которого вы можете ловить рыбу что толку если я дам вам рыбку один два три раза вы покушаете а когда меня не будет к примеру чтобы вас угостить рыбой вы помрете с голоду это тоже неправильный подход но дав вам инструмент удилище научив вас им пользоваться я надеюсь что вы становитесь самостоятельным грамотным человеком который сможет не только строить тренировки тренировочный процесс самостоятельно но и учить других людей поэтому друзья если вы хотите быть инструктором или если вы уже являетесь инструктором если вы только начали или продолжаете какое-то время тренироваться обязательно приобретайте мои книги они будут для вас как учебники вы найдете все вопросы ответы на все ваши вопросы ну что я уже приехал спасибо что смотрите спасибо за комментарии обязательно ставьте лайки ставьте дизлайки пишите в комментариях что нравится что не нравится и еще делитесь обязательно если считаете мою информацию полезной и видео и статьями моими в своих соцсетях это очень помогает развиваться каналу всем пока увидимся в тренажерном зале